Добрый день, уважаемые слушатели канала «Сангельц». Сегодня мы встречаемся накануне сильнейшей даты, 21 марта. И встречу я назвала так. Приближается солнцестояние. Не пропустите. А почему? Ну потому что идёт время года, когда наступают весенние обновления. После окончания зимы появляются цветы, деревья, кустарники. И наши все вокруг нас обновления, они нас вдохновляют. И мы видим эти листочки на деревьях. В воздухе витает любовь. Любовь к другим или к себе. Она призывает следовать путём сердца. И в день весеннего равноденствия можно провести, конечно, ритуалы, которые помогут нам привлечь и восстановить, возродить начало отношений для кого-то, любви. И глобально, если посмотреть, то что же может дать нам этот день возрождения всего живого? В этот день даже погрязшие в унынии, утратившие веру и надежду, могут исправить то, что необходимо, и получить благословение. В этот день можно отвести от мира и от себя любую беду. В этот день можно ощутить божественную природу мира и получить другие духовные переживания. Издревле существует практика. Что важно, простуться рано утром, в день равноденствия, увидеть восходящее солнце сурью, зажечь свечу в честь сурьи, пропеть 108 раз мантру Ом Сум Сурья Яна Маха. И можно сделать также упражнение йоги Сурья Намаскар. Ну, это если те, у кого есть возможность такая, но тем не менее, можно встать пораньше. Потом обратиться к солнышку с такими словами, ну, от души всё, да. Ну, например, «Благодарю тебя, Сурья, ты освещаешься вокруг. Посети, пожалуйста, и мои пожелания, мою жизнь, жизнь моих родных». И далее произнести свои намерения. Потенциал таков этого дня, что в этот день можно начать жить, ну, буквально с чистого листа, да, вот с первых каких-то этих листочков, которые мы видим, прибиваются уже где-то, да, в разных часовых поясах живём и климатических возможностях, да. Но тем не менее, мы закладываем фундамент счастливого будущего на весь год, это астрологический Новый год, да. И поскольку весеннее равноденствие является временем новых начинаний, то это наилучший день для того, чтобы дать толчок своим идеям. Весеннее равноденствие благоприятствует тем, кто стремится начать новую жизнь, исправить прежние ошибки, переписать что-либо заново, и тогда, возможно, давние надежды, они получат возможность осуществиться, дать старт всему этому. Конечно, это магическое время, время знаков, время символов и примет. Поэтому замечайте всё, что происходит в это время, и через эти символы вы можете понять себя и своё будущее. В это время нужно контролировать свои мысли, направлять своё сознание на то, что вы хотите реализовать. Ваши грёзы, фантазии, мечты, всё задуманное в эти мгновения могут воплотиться в реальности в течение года. В мусульманской традиции празднуется наврус, праздник начала Нового года, весны, посевы семян, совпадающие с этим днём весеннего равноденствия. И это, конечно, не случайно. Слово наврус персидского означает «новый день», и он празднуется неизменным 21 числа. Далее, если посмотрим в ведической традиции, также 21 по 30 марта проходит праздник, так называемый весенний праздник Наваратри. Это индусский религиозный праздник, и название Наваратри переводится как «девять ночей», направленные эти ночи к поклонению богине-матери. Считается, что в разные дни она представляет перед верующими, предстаёт перед верующими в трёх формах. Это разрушитель порогов первые три дня, Махакали, Дурга. Далее, податель богатства и процветания, это следующие три дня, Махалакшми. И следующие три дня, это богиня мудрости, Сарасвати. Поэтому это тема женская, весна, возрождение, богиня Веста в славянском пантеоне. И почему? Ну, потому что женщина, она даёт нам новую жизнь, да, и важно, чтобы женщина была наполнена и защищена. Ну, поэтому предлагаю поговорить сегодня, как раскрыть свою женскую силу, что позволит сделать кое-что из-за вас тоже, то есть помочь вам это сделать. Мы знаем, что в жизни каждой женщины должен присутствовать кристалл, её магический камень и помощник, и желательно не один. Тяга к прекрасным украшениям – это не просто баловство, это в крови у каждой женщины. Ибо подсоснание говорит нам – это твой помощник, генератор твоей силы. Возьми его, подружи с ним, и ты королева. Кристаллы испокон веков помогали женщинам во всём – в любви, здоровье, красоте, молодости, благополучии дома, изобилии, вдохновении, исцелении, а также в общении с вселенским коллективным разумом, с высшими мирами, вот с этой, как мы говорим, большой библиотекой вселенской. Ну, если посмотреть мнение авторитетных мастеров, это вот вастуэксперты, астрологи, гемологи, витотерапевты, татарологи, работающие с камнями, они утверждают, что драгоценные камни идут нам в помощь, они дают энергию. Ну, допустим, бриллиант может дать женщине очарование, притягательность, сексуальность, аристократизм. Но если человек исполняет себя, ну, так, не подхармит, да, то есть использует силу драгоценных камней в корыстных целях, он получит себе не помощь, а беды. Камни его накажут. Почему? Потому что за камнями стоят боги, они духи. Драгоценными камнями управляют планеты, грахи. Они как некие офисы, а уже за планетами следят высшие силы. Так, если совершаются преступления по отношению к любви, человек носит бриллиант, то могут быть несчастья, сильные камни очень. Нельзя использовать эту силу, силу камней в корыстных целях. Поэтому, если камни используются в магии или в каких-то черных делах, это оборачивается негативной кармой. Ну, это одна из причин, почему многие колдуны не пользуются камнями. Считается, что они заключают в сделке с духами и с черными силами. Но, начиная работать с чем-либо, будь то бытовой прибор или продукт, мы всегда читаем, изучаем инструкцию, для того, чтобы новое приобретение заслужило нам хорошую службу. Это идеальный подход и во взаимодействии с камнями в том числе. Наши предки об этом много знали. Если задаться вопросом, нужны ли вообще украшения, в советское время было модно носить запанки с камнями на рукавах пиджака. Запанки – это особый мужской аксессуар, который изначально был доступен только представителям аристократии. Застежки из драгоценных металлов во все времена могли себе позволить люди с хорошим достатком, утонченным вкусом. В гардеробе современного мужчины запанки тоже выполняют роль стильного штриха, говорящего об особом статусе обладателя. В зависимости от модели и фасона, застежки из драгоценных металлов разделяют на повседневные и аксессуары для особого случая. Но я уверена, что кроме эстетики, запанки – это обереги, защищающие руки владельца. Чакры на руках связаны с основными энергетическими центрами на теле. Их стимуляция позволяет улучшить работу внутренних органов, общее самочувствие и изменить аспекты всех сфер жизни, помогая находить правильное решение в том числе. Конечно, для женщины, согласно лидическому знанию, ношение украшений входит в обязанности. С древних времен бижутерия для женщин была не только средством украшения собственного образа, сколько чуть ли не жизненной необходимостью, неотъемлемой частью наряда. Украшения имели религиозное, обрядовое значение. Они говорили о статусе, носившей их женщины и служили оберегами. Запястье женщины является зоной энергетического выхода, поэтому браслеты носят регулирующую и обережную функцию не дают распискать и отдать, раздать всю энергию. Кольца и перстни также имеют влияние на движение энергии в организме, а два кольца с подходящими, именно вам камнями, будут сильнейшим защитным талисманом. Руководствуясь не только советами мастеров, выбирайте драгоценные камни для себя интуитивно, примерьте, держите в руке. Если с каждым днем изделие нравится вам все больше и больше, вам хочется носить его день за днем постоянно и снимает, значит, вот оно, мое изделие. Кулоны, бусы, колье приходятся на область трех энергетических зон – горловой, сердца и солнечного сплетения. В области горла расположена пятая чакра Вишутха, которая отвечает за творчество, способности, за обмен информации, за коммуникации. В области солнечного сплетения на уровне сердца, четвертая чакра Анахата, энергетический центр сердца, отвечает за внешние чувства, сострадание, силу, веры и любви. А солнечное сплетение – источник уверенности в себе, сознание, осознание своей силы. Украшая эти части тела, объединяем и стимулируем энергию этих центров. Мы, когда мы носим, да, мы понимаем и получаем возможность влиять на свой внутренний мир, действовать во внешнем мире по своей воле. Ну, теперь я расскажу в качестве примера о свойствах и предназначении некоторых кристаллов, которые я себе приобретала или мне дарили, зная мою любовь ко мне. Агат. В народе говорят, носи агат, будешь богат. Это мощный целитель, наполняет хозяйку энергетической силой. Он особенно хорошо влияет на сердечную чакру, является очень сильным оберегом и талисманом, хорош как для украшений, так и для фигурок и различных предметов для дома. Ну, в моей коллекции это вот такой браслетик. Александрит. Сейчас я покажу вам свои бусинки. Это несколько бусин, натуральный камень. То есть камень тот, который не обработан, пусть он вкрапления какие-то имеет, включение, но за счет того, что он не обработан, он наиболее ценен. Если видно вот так, то Александрит. Вот здесь. Ну, это, конечно, в кольце, да, обработанный камень, в сережках тоже. Но, тем не менее, вот здесь еще не обработанный, я его очень ценю. И Александрит, он очищает кровь, укрепляет сердце, сосуды, благостно влияет на нервную систему, уравновешивает ум, разум, чувства, эмоции, наполняет духовным вдохновением, придает рассудительность и коммуникабельность. Дальше посмотрим Амазонит. Так, у меня тут такая коробочка, и вот тут такие бусинки. Амазонит очищает все тонкие тела, энергетику, гармонизирует ауру, успокаивает нервную систему, омолаживает, восстанавливает силы, несет в себе созидательные энергии, способствует укреплению семейных уз, ладо, благополучие в доме. Дальше мы посмотрим, так, бирюза, камень счастья, вот колечко бирюзой, бирюзу многие знают, примиряет врагов, гасит гнев, приносит умиротворение, гармонию, смягчает сердца, помогает понять смысл жизни, оберегает от неопудуманных поступков. В сердечных делах один из главных камней налаживает между супругами отношения, гармонизирует их. Это камень верности, преданности, глубокой, мудрой любви, камень удачи и благополучия. Лазурит. Ну, в моей коллекции лазурит, он представлен вот таким зеркальцем. И это не простой лазурит, а именно с Байкала. Байкаль – это лазурит особый. Мы знаем, что Байкал – это место силы, да, остров Алькон знаменитый, куда ездит очищаться, заряжаться. Моя приятельница была недавно, прям впечатление массово у меня привезла. И вот лазурит откроет для вас двери в мир духовности. Это камень общения с богами, очищает ауру, помогает в духовном развитии, ибо имеет божественное начало. Притягивает любовь и сперва благополучия, предсветания и счастья. Дальше лунный камень. В моей коллекции это вот такой браслетик. И это камень богини луны и любви. Он поможет в привлечении, гармонизации, сохранении любви. Камень женской силы, пробуждение энергии женской привлекательности, гармонии. Медитация с лунным камнем помогает раскрыть подсознание. То есть всё, что как раз по-женски связано с этими лунными циклами. Он очень успокаивает, так умиротворяет. Далее малахит. У моей коллекции такое колечко есть. Малахит, здесь серёжки, уж я так всё доставать не стала. Малахит открывает сердце для гармоничной любви и связан со силами Вселенной. На Руси малахит всегда считали камнем, исполняющим желания. И одно из самых сильных магических свойств малахита – это то, что как раз-таки эти желания реализуются. Недаром мы вспоминаем эту сказку Бажова «Малахитовая шкатулка». И вот этих самых шкатулок малахитовых, их на рынке много очень. То есть вот если, например, зарядить такую шкатулочку, если класть туда свои записочки, свои желания, то она прям такая волшебная-волшебная становится. Далее нефрит. Ну а с нефритом вообще для женщин тоже очень много связано, потому что из нефрита делают массажёры. Вот если для лица что-то себе такое по утрам делать. Это могут быть, ну в моём случае это в такой верстень, с несколькими необработанными камешками нефрита. И вот два таких браслетика. Нефрит – одно из самых популярных тоже покупаемых изделий. Это минерал, который используют магии, целительские, эзотерики, биоэнергетики. Он объединяет в себе силу неба и земли. Это вот такая китайская тема тоже немножко. Камень благих намерений, дел и благодетелей. Камень руководителей. Открывает новые пути, укрепляет дух и силу. Дальше. Хоризолит – это камень. Вот он зелёненький тоже, но такой прозрачный. Уравновешивает физическое и эмоциональное тела, нормализует сердечную деятельность, давление крови, лечит нервную систему, даёт чистую энергию в сердечно-попочные чакры. Немножко поговорим про жёлтенькие камни. Ещё цитрин – перстень. Он необработанный камень, но немножко такой огранённый. И вот вообще необработанный, только вот форму придали. Вот я его особенно люблю. Прямо я когда увидела его, влюбилась в него сразу. И цитрин – камень богатства, благополучия, изобилие, покровительство и торговли в бизнесе. К жёлтым камням также относится винтарь. Прекрасный винтарь. Я также нашла в магазинчике винтарь необработанный. И прямо меня потянуло к нему. Это удивительно. Прямо не могла даже глаз оторвать от него. Он вроде бы неказистый, но вот что-то от него такое тёплое идёт. И винтарь более облагороженный, например, в чётках. И это кулончик тоже необработанный, кстати говоря. Интересные такие. Изделия и винтарь пробуждают энергию кундалини. Проясняют мысли, помогают реализовать планы. В нём выпущены свет солнца, сила, могущество древних энергий природы. Вот как раз к весеннему солнцестоянию прямо самое то. Очень хорош для женщин, гармонизирует всю гормональную систему. Яшма. Яшма – тоже такой глубокий камень. Единственный камень, очищающий и зачищающий своего владельца на 100%. Обладает мощнейшей целебной энергией, открывает предвидения, приносит большую удачу. В доме благоприятна посуда из яшмы, а также другие предметы, обихода или украшения. Вот у меня это несколько яшма разного цвета. Она нанизана на бусики и есть браслетик из яшмы. Немножко он посветлее, но тем не менее это яшма тоже. Дальше есть изумруд. Покажу в своей коробочке. Вот такая коробочка с изумрудом. И это необработанный изумруд. Я использую его как вастаупаю, гармонизируя свой северный сектор дома. Этот самоцвет рассеивает любую негативную энергию, покровительство с женщинами, семейным мочегом. Но зона севера – это женская сфера, женский сектор. Сафир помогает входить в контакт с существами из тонких миров. Камень не выносит ни искренних людей. Он связан с высшим духом. Ну и также вот рядышком здесь сафир. Тоже, да, сейчас уберусь, вроде-то покажу. Необработанный. Вот он кажется совсем обычным камешком, потому что он такой мутный. Но однако это настоящий желтый сафир. Камень целомудрия, чистоты нежности. Камень юности. Недуховных, негативных практик. Гармонизирует тоже северо-восточный сектор дома. Ну, я сказала слово «васту упаи». Немножко расшифрую, да, еще упаи. Упаи может стать почти любое преднамеренное действие. И хотя предложенные средства, способы, их много разных, да, являются, ну, порой простыми совсем. Все же, если применять их сильными искренними желаниями, пожеланиями, они наверняка принесут положительный результат и приносят, по сути дела, да. То есть главное вовремя знать, когда, по какому сектору, если это дома, да, либо по гороскопу, какой день, какое время, выбрать их утро, подходящее время в течение суток. Если обстоятельства позволяют, то лучше выполнять упаи в некий астрологический период, соответствующий, как я уже сказала, этой планете, чьей благосклонности вы добиваетесь. Ну, если так посмотреть период не только в сутки, да, но еще и так внутри года, то в ближайшее время, вот 20 марта, буквально завтрашнего дня, начинается до 19 мая, благоприятный период для обряда в честь Венеры. Ну, все-таки мы сейчас больше, да, про женскую тему говорим. Это наполнение, это красота, это рассвет, это праздник, это весна, обновления и так далее, и так далее. Поэтому тоже смотрите, и можно гармонизировать Венеру и в юго-восточном секторе своего дома, и в гороскопе, если такие желающие есть, например, да. Вот. Также расширить возможности любимых наших кристаллов можно, проведя определенные обряды. Ну, вот, если еще сказать про... Ну, не все показала, покажу. Ну, если работать дома, вот у меня есть такая шунгитовая пирамида, да, и находясь рядом с компьютером, с ноутбуком, она, конечно, снимает, да, часть напряжения электромагнитного. И вторая пирамидка – это змеевик. Ну, они тут друг другу не мешают. Змеевик выполняет свою роль, да. Вот. Также полезно, вот, если, например, деткам, да, сейчас им приходится тоже много сидеть, или мы работаем, около компьютера держать вот этот камень, селинит, так называемый. Вот здесь у меня просто фрагмент камня, а есть изделие, вот такой очень смешной слойник, как раз, да, тоже похож в индийскую тему, тоже селинита, и они также уравновешивают, гармонизируют вот это вот поле электромагнита около компьютера. Ну, могу сказать, что, вот я тут говорила про нефрит, да, и про массажер вот этот вот для лица. Я делаю еще вот этим камешком, вот у него такая хорошая гладкая поверхность, родонит называется камень. Массаж лица, он мне заряжен, я прям вот так же на, вравне с этими камнями наполняю. Родонит – это родовая тема, да, тоже. Поверхность лица, кожи, вот этими энергиями. Ну, есть также вот бусики, например, из граната. Куда без розового кварца. Мы про Венеру только что сказали, да, и вот камешек розового кварца. Если завтра у нас день Луны, хорошенчик для дня Луны. Ну, и если мы говорим про защиты различного рода, да, то это так называемый шеролл или черный турмалин. Его тоже можно вот в конце или каким-то образом приобрести и использовать. Так, ну, а камни, да, можно проводить с камнями различные какие-то ритуалы. Ну, например, возьмите в руки свой любимый кристалл или камень. Неважно, находится в самом украшении или нет. Ну, вот как, например, вот этот розовый кварц, да, вот его легко можно в руку взять, на ладошку помещается. И можем накрыть левую ладошку, накрыть правой. Просто на верхней крылью. И в этой молитвенной позе прижмите к сердечной чакре своей. Закройте глаза, войдите в контакт с ним и скажите «Любимый кристалл, сила, энергия, магия Земли и космоса, силу свою раскрою, добрую и светлую, силой своей меня берегай, очищай, вдохновляй, исцеляй, силу мне придавай, с любовью тебя храню, с любовью благодарю». Также вы можете любыми словами обратиться к своему любимому камешку и вот вступить с ним в такой контакт и зарядить своим намерением. Таким образом, мы входим в энергетическую взаимосъять с кристаллом и раскрываем в нем его силу. Ну, поскольку я кроме своих камней, да, под конкретную программу, я показала, конечно, все свои камни, мне их больше, вот, под конкретную программу, под конкретную задачу. И вот мы, если вспомнить, кто-то смотрел прошлый эфир, да, я там говорила о программах, я говорила про Кушкина, да, и у него программа там, 14 программ, это искусство, это писательство, это слушание ангельских сфер и очень проявлено, да, в его карте, в его портрете личности. И согласно вот этой методике, этим программам есть в каждой программе свои расчеты и, соответственно, свои камни, свои архетипы, своей энергии. И кроме того, что внутри программ своей энергии еще и каждый год к нам подгружаются новые личные задачи, новые личные цели. И об этом я рассказываю на мастер-классе «Мандала вашего года», который есть в записи. Вот там мы, создав, прочитав, прочитав, посчитав, нарисовав «Мандалу», сейчас покажу образец, вот этой «Мандалы» еще раз, да, вот она у нас рассчитанная, нарисованная, разрисованная, все, что есть, здесь все расписано. И здесь стоят на определенных позициях циферки. И вот эти циферки, они означают номинал аркана. Ну, например, вот двоечка, это второй аркан, второй жрица и так далее, и так далее. И мы активируем эту мандалу. Ну, я даю в мастер-классе файликами энергетические настройки, даю список камней, соответственно, двадцать двум арканам и таро. И важно вот эти камни разложить согласно арканам, то есть вот прямо на поверхности этой мандалы, подключить несколько стихий. Ну, об этом во всем я говорю на мастер-классе. И там мы разбираем примерно определенные даты. Все материалы, файлы в чате Телеграм, и вы можете проходить его самостоятельно. Ну, если есть желание, чтобы я провела вас как коуч, рассмотрев именно вашу дату рождения при прохожении мастер-класса, это также можно. Написать нужно администратору центра, это уже отдельно, уже как коучинговая сессия будет. С одной стороны, мастер-класс он небольшой, но очень компактный и глубокий, и объемный по инструменту, потому что мы можем этот архетип, эту картинку достать, например, тот же самый жрицы, и рассмотреть ее визуально, рассмотреть ее через символный ряд. Что она несет? Посмотреть из других колод эту картинку. И тогда мы читаем это послание, потому что кто-то визуалы, кто-то кому-то важно потрогать, кому-то все по-разному, да? Поэтому мы благодаря этому рисунку мы сами формируем свое будущее. Мы рисуем свои мандалы года, и есть заготовки, то, что мы делаем помесячно, то, что мы на каждый месяц года расписываем свои мандалы согласно своих расчетов. Там циферки для каждого месяца свои появляются. И мы запускаем и перезапускаем на сильные даты эти мандалы. Таким образом, мы понимаем, что ждет от нас Вселенная в этом году. Кроме того, я даю текстом экспресс-консультацию по основным позициям портрета в объеме контекста мастер-класса. Ну, это для людей, которые не знают эту методику портрета личности, да, чтобы понимать, какие основные энергии есть в портрете. Это так чисто ознакомительное, чтобы перейти уже к расчету, чтобы понимать, о чем речь. Ну, мастер-класс дает информацию, как смоделировать будущее этого года, дает понимание нашей дорожной карты этого года, чего нужно избежать, на что внимание обратить. И мы видим, что кристаллы, конечно же, да, это одно из чудес мира. Они наделены космической энергией, они наделены силой, красотой. Их огромное разнообразие. Конечно, можно использовать универсальные камни. Горный хрусталь, розовый кварц, который я показывала, аметист. Потому что они сохраняют эти камни в себе энергетическую матрицу. Именно поэтому они эффективны в церкви гармонизации многих сфер жизни. А можно, вот как одно из предложений, подобрать свои камни, так называемые свои камни, под задачу. Вот, как я уже сказала, под программу, если будет запрос. Это работа через гармонизацию вибраций кристаллов в психологическом портрете личности. То есть для усиления энергии портрета личности мы проводим активацию портретных кристаллов, очищение их и хранение, я расскажу о хранении портретных кристаллов, если будет такой запрос, если будет такая необходимость. Это формат консультации, где рассчитаю ваш портрет личности, этот аналог астрологической карты, посмотрю ваши ресурсные энергии на заданный год по Мандали, если интересует Мандалу, например, а не интаграммы, потому что это разные, расчеты это разные, методика-то одна, но просто там много разветвлений. И таким образом, посмотрев программу, мы можем понять эту дорогу, чтобы выбрать эту дорогу правильно, чтобы достичь тех или иных задач и пойти дальше. Поэтому я рекомендую камни по какой-то из программ, если вас что-то интересует, например, денежная программа. На экспресс-консультации, если такая, например, кому-то востребована, то я рассказываю, какие камни нужны, как их активировать. Для проработки, раскрытия энергии портрета через камни, присталы, или для коррекции портрета и годовой матрицы Мандалы. Для коррекции парного портрета можно, да, это композит, так называемый селью гармонизации отношений, можно посмотреть, какие использовать камешки. Есть работа с кристаллами, исцеления. Вы также сможете в портрете личности узнать, активировать, поставить задачу, например, на ваш личный камень гармонии, камень интуиции, камень финансов, камень мудрости, камень целей, камень от негатива, камень коммуникации, камень успеха, камень удачи, камень карьеры, камень таланта, камень благополучия, камень уверенности, камень спокойствия, камень энергии, личный камень энергии. И вы узнаете свой базовый личный камень кристалл. Возможны рекомендации по работе с досками-гармонизаторами. Эти доски, сейчас тоже покажу пример. Вот есть так называемая Анта-Харна. Хорошо видно ее. Это древний исцеляющий и медитативный символ, который на протяжении тысячелетий в Китае, в Тибете использовался. Термин санскритский. В переводе он означает, что функционирует между. Антар означает между, или посредник Карна, причастие от слова делать. И в середину символа вот этого кладется под кристалл, например, Друза. И там помещаются или фотографии людей, или картинки, или, может быть, те же карты Таро, которые активируют в ресурсных позициях по расчету Мандалы, или вашего сверхпотенциала по портрету своему, либо там из программного портрета что-то. И можно описание ситуации ручками написали письмо и положили, или записочки. Вот что вы хотели привнести в свою жизнь. И те, кто занимается энергиями, да, я энергопрактик, мастер рейки, ангитер космологии. И можно эти энергии, те, кто занимается энергиями, послать еще, наполнить энергиями рейки. Таким образом мы получим такую зарядку, так называемого, ретранслятора. Это такой набор кристаллов определенной чистоты, формы и размера, расположенных определенным образом на вот этом знаке, антокарна. И он служит большим помощником при работе с рейки. Он позволяет гармонизировать наибольшие положительные ситуации в жизни, наибольшее количество изменений, которые должны произойти, которые желаемы вами в отношениях и в каких-то других вещах, покупках. И можно вот в потоке, в усиленном потоке энергию отправлять туда. И кристалл это все будет подпитывать, наполнять и держать, да, как фон держать прямо. Но это для, так сказать, продвинутых, тех, кто занимается с энергиейми рейки. Но все же рекомендую мастер-класс, да, так сказать, он более простой в понимании, потому что он остается у вас навсегда. Каждый год вы для себя и членов своей семьи рассчитаете, прорисуете, будете понимать тенденции своего года, задачи каждого месяца и дня. Постройте свою личную эту кристальную мандалу, меркаб, да, психологического портрета, потому что будете знать, какой энергией соответствует какой камень. Ну, если тоже сказать так в целом, то, конечно, не анализируйте, подходя к... Меня прям притягивают эти вот лоточки, да, особенно, когда продают на улице мастера, которые сами держали в руках эти камни, они знают, насколько они ценны. И вот, подходя к этим лоточкам, тоже советую, не анализируйте красоту, этот блеск, эту помпезность, да. Может быть, свет там какой-то яркий, который, ну, сделанный, сваренный, да, какой-то. Может быть, там под одежду. А смотрите сердцем. Ваш кристалл, он позовет и войдет в вашу жизнь. Относитесь к нему с уважением, наполняйте его своей любовью. И это вам вернется с той лицей. Ваша жизнь преобразится. Также кристалл может сделать медитации ваши более эффективными. Для этого, погрузившись в медитацию, следуйте за теми мыслями, образами, которые навевает кристалл. И вы получите ответы на свои насущные вопросы. Ну, мы говорим про 21 число, да, все-таки это солнцестояние 21. И про день, если говорить до, то это на... В картах Таро, да, в архетипах. Это, соответственно, 21-му аркану, который называется мир. Ну, что же дает мир? Дает желание перемен. Он хорош для расширения, для общения с новыми людьми, для познания чего-то принципиального нового для вас. Также хорош для путешествий, эмиграции, переезда, перемен. Старайтесь быть открытым для любой информации. Не воспринимайте штыки информации, даже если изначально не согласны с тем, что вам говорят. Просто подумайте, почему она пришла именно в этот день к вам. Потому что именно на этих моментах расширяется ваше мышление, ваше сознание, ваша толерантность. Старайтесь улучшить свой уровень жизни, комфорта. Можно хорошо продвинуться в плане интернет-коммуникации на 21 число, на этот день солнцестояния. То есть загадывайте все, что душе угодно, то, что вы давно хотели. Ну и камни 21 аркана, скажу, да, это сапфир, лазурит, бьюза, тапаз. Ну и намерение по аркану мир примерно такое может быть. Я прошу дать мне покровительство богов с благодарностью. Я прошу показать мне всю полноту моих действий, запустить в моей жизни положительные процессы. Я создаю ту жизнь, которая мне нужна. До свидания. Удачного солнцестояния, удачного весны, удачного обновления, чтобы в вашей жизни было все прекрасно.